И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Давно вы меня просили записать видеоролик, посвященный нашему дню танкиста, в котором я бы рассказал все то, что у нас будет, какие у нас будут скидочки, какие будут спецпредложения, какие будут вообще в принципе акции на данный ивент. И сегодня я записываю данный видеоролик, в котором хотелось бы рассказать все эти моменты, рассказать какие же будут у нас интересные скидки, какие будут спецпредложения, какие будут челленджи, высказать определённое своё мнение по всему этому поводу, потому что официальной информации до сих пор у нас ещё не имеется, но свои мысли у меня, конечно же, уже давным-давно появились, но времени записать данный видеоролик у меня до этого момента не было, поэтому сегодня мы обо всём этом поговорим вместе с вами, и я надеюсь, что у меня получится ответить на почти все ваши вопросы, которые вы мне только задавали на наших любимейших стримах. Давайте начнём, конечно же, со скидочек в гараже, скидки в гараже это, наверное, самое важное, что бы вы хотели бы услышать прямо-таки сейчас, и я вообще, в принципе, не вижу повода, чтобы скидки были не 50%. На протяжении почти всего года, да, ну даже можно сказать, год это я, конечно, погорячился, где-то на протяжении полугода разработчики игры не делали 50% скидки, они постоянно нас кормили какими-то маленькими скидочками на МПК, небольшими скидками на именно такие не только прокачки, но и улучшения всякого различного рода в гараже, то есть это были какие-то скидки по 30%, по 35%, если не ошибаюсь, были самые максимальные, и, наконец-таки, настанет то время, когда у нас будет скидка в размере 50%. Да-да, наконец-таки, потому что это 10 лет танков, 10 лет! Вы, ребят, ну, представить себе не можете, что как можно сделать, например, на десятилетие, вот я себе точно не могу представить, что на десятилетие танков не будет 50% скидок, но это просто невозможно, невозможно, чтобы скидки были какие-то маленькие, чтобы там, ну, не было каких-то крутых и реальных ивентов, потому что данный праздник обещает быть реально масштабным и реально достойным и интересным. К челленджам мы вернемся чуть-чуть попозже, но что касаемо скидок, как я уже и сказал, 50% на весь гараж скидки у нас просто обязательно должны быть. Также, ребят, что касаемо скидок на МПК, это, конечно же, 50-70%. 50% на поставку шага и 70% на его ускорение. Я считаю, что давно у нас не было нормальных таких скидок, и я надеюсь, что у меня получится прокачать большое количество своего вооружения, потому что есть определенного рода аккаунты, где я реально ждал хороших скидок, где я быстренько сумею прокачать, например, на своем даже Чиппердейле, мой Хорнет и Мамонта Шафтецкий ДМ3, и продолжить данную интересную решую рубрику, но сегодня у нас разговор, конечно же, не об данном аккаунте. Что касаемо скидочек у нас в магазине, то я там думаю, что тоже все будет приближаться к скидке 50%. Понятное дело, что на какие-то определенные товары скидок, может быть, вообще не будет. Но что касаемо, условно говоря, комплектов, каких-то премиум аккаунтов, даже, я думаю, что контейнеров, скидка на них должна быть 50%. И я думаю, что те ребята, которые привыкли донатить в игру, смогут неплохо так, можно так сказать, поднавариться за счет определенных скидок в гараже, может какие-то комплекты приобрести, потому что я знаю, что большое количество ребят ждут скидок в магазине, чтобы приобрести какие-то определенные комплекты, им нравится это покупать. И, кстати, это тот самый повод и тот самый день, когда стоит это сделать, стоит это прикупить. И я считаю, что скидки обязательно должны быть 50%. Что касаемо определенных спецпредложений, то здесь, я думаю, что разработчики вообще разойдутся. И данных спецпаков может быть даже не два, может быть даже больше. Потому что еще у нас надвигается, можно так сказать, июньский челлендж, по поводу которого вообще крутится очень много всяких интересных движений, я бы сказал так, потому что ожидается масштабнейший челлендж, в котором можно будет выиграть реальные призы, да, какие-то уникальные гаджеты, интересные даже какие-то там даже смартфоны, если я не ошибаюсь. И, в общем и целом, я могу сказать, что должен получиться один из самых интересных челленджей, в которых я также хочу принять участие. Я надеюсь, что помимо данного челленджа, там не будет вот, условно говоря, просто какие-то вот уникальные вот такие вот призы в виде там смартфонов, но и можно будет подзаработать также какие-нибудь там контейнеры, то есть обычная цепочка у нас также сохранится. Я очень надеюсь на это то, что так и будет. Но что касаемо именно таки нашего определенного, я сейчас быстренько обновлюсь, я даже думаю, что не буду ничего выключать, просто быстро тут сделаю вот это вот красивое обновление, потому что, серьезно, меня эти уже крит ошибки настолько начинают бесить, что я уже даже не хочу выключать видос. Я вот быстро просто лучше обновлюсь. Ну, это и ран, окей, это и ран, но, в общем и целом, ну, ребят, ну, криты, это просто, это просто до свидания, как говорится. Закинул нормальную карту. Что касаемо, ребят, именно таки спецпредложений, да, что я хотел сказать, определенный спецпакт будет 100% связан с нашим челленджем, да, чтобы вы могли участвовать в розыгрыше всех этих смартфонов за набитие звезд, кто, ребят, не знает, то если вы набьете 500 звезд, 800 звезд и более 2000 звезд, вы будете участвовать в конкурсе на определенные гаджеты от танков онлайн, и они будут разыгрываться, я так понял, очень рандомным образом, то есть, условно говоря, будут группы, группы аккаунтов, которые набили определенное количество звезд, и среди них будут разыгрываться данные какие-то уникальные призы, поэтому есть определенное желание, наверное, у многих ребят набивать звезды и за счет этого выигрывать какие-то определенные интересные гаджеты. Я считаю, что это очень хорошая, здравая идея в то время, когда у игры, наверное, не самые лучшие времена онлайн, как-то плавает и сделать что-то подобное, возможно, привлечь новую какую-то интересную аудиторию, которая будет заходить и бороться за данные интереснейшие призы, я считаю, что это довольно-таки правильно и достойно делать в свой, наверное, день рождения, при том, что это уже юбилей, определенного рода 10 лет, конечно же, юбилей, и это своевременно и правильно, достойно, я не могу вообще не оспорить никак это решение, поэтому с этим все у нас понятно. Что касаемо определенных X2 фондов, повышенных золотых ящиков, я думаю, что разработчики здесь нас тоже не огорчат, и что касаемо X2 фондов, вообще на протяжении всего этого праздника они 100% будут. Я думаю, что даже X2 фонды могут начаться, условно говоря, с 1 июня, как стартанет наш интереснейший челлендж, если уж разработчикам было несложно сделать данные X2 фонды на первомайские, можно так сказать, праздники, да и вообще на протяжении, если не ошибаюсь, двух недель чуть ли у нас были данные интересные X2 фонды в игре, плюс там повышенные золотые ящики, то я думаю, что не составит никакого труда им сделать такие же самые интересные X2 фонды, повышенные золотые ящики с начала нашего июньского челленджа. Что касаемо вообще того, что будет в июньском челлендже, здесь я вообще просто ничего не знаю, потому что я серьезно пока до конца не понимаю, каким образом будет происходить данный челлендж, потому что, по сути, может быть так, что не будет вообще никакой цепочки. То есть у вас просто будет цель набить определенное количество звезд, и за это определенное количество звезд вы сможете участвовать в определенном роде, именно таки в каких-то конкурсах, можно так сказать, которые будут проходить в зависимости от того, сколько вы набьете данных звезд. Надеюсь, я вот таким вот кривым своим языком что-то достойное вам в этом моменте рассказал, и вы, конечно же, изучили и поняли информацию. Я не знаю, как можно было бы более подробно объяснить всю эту ситуацию, но надеюсь, что вы все это дело, конечно же, поняли. Что касаемо, ребят, спецпаков, я думаю, что всем уже все понятно, там какие-нибудь, как всегда, у нас будет за 300 рублей, какие-нибудь подороже за полторы тысячи, какие-то уникальные предложения, конечно же. Ну, а что у нас, может быть еще другое в игре? Другого у нас ничего не может быть. Разработчикам нужны денежки, поэтому, ребяточки, кто хочет, покупает уникальные спецпаки. По фондам я рассказал, по скидкам я рассказал. Что еще можно добавить? Можно добавить, конечно же, уникальные краски, которые появятся 100% в честь нашего дня рождения в ТО. Я надеюсь, что разработчики вообще подготовили у нас какие-то уникальнейшие краски, в которых можно будет и поиграть, и даже можно будет не только их приобрести где-то в магазине, но и выбить с контейнеров. Я очень надеюсь на это, потому что для меня было бы, наверное, интересно выбить какую-нибудь такую вот интересную, уникальную краску, которая будет посвящена именно таки десятилетию танков онлайн. И в этом плане есть какие-то определенные моменты, которые для меня сейчас еще до конца непонятны, да? То есть будут эти краски, не будет их, но я очень надеюсь, что они появятся, и то, что с данными красками будет произведен какой-то интересный вообще движ в плане того, что это будет, конечно же, праздничная краска, которая будет у нас за ноль там кристаллов, ну, как у нас праздник, он всегда появляется, ну, и будут какие-то интересные краски, которые можно будет приобрести именно таки в магазине. Что касаемо красок, я уже тоже рассказал, что касаемо X2 фондов, голдов, скидок, все мы прошли. Единственный момент, который я бы мог еще добавить, это, наверное-таки, что касаемо наших битв в матчмейкинге, да? Понятное дело, что у нас будет фонды, будут золотые ящики, но что касаемо именно таких самих боев, я бы хотел бы упомянуть ББП, которое сейчас просто никому не нужно, и понятное дело, что даже на данном ивенте все те ребята, которые, условно говоря, сейчас смотрят видеоролик и не играют в матчмейкинге, и мне нравится данный формат, я могу с уверенностью вам сказать, ребят, что даже на данном празднике ничего не будет связано с данным уникальнейшим режимом, и, по сути, все вокруг будет крутиться именно таки матчмейкинга, все фонды, все голды, все будет связано именно таки с данным режимом, и ничего у нас пока не будет приурачиваться именно таки к про-битвам. Да, это с какой-то стороны прискорбно, потому что в последнее время мне было бы интересно, наверное, даже увидеть что-то подобное в про-битвах, то есть какие-нибудь фондики повышенные, потому что можно было бы довольно-таки достойно все это дело пофармить, но я уже сейчас понимаю, что такого ничего у нас не будет, и мы будем все это дело, конечно же, набивать в матчмейкинге. Что вы вообще, ребят, сами думаете по этому поводу? Какие вы думаете будут скидки? И согласны ли вы с моей точкой зрения, с моим мнением, что будут у нас вот такие вот интересные, большие, масштабные скидки, плюс челленджи, да, в которых вы вообще будете участвовать, не будете участвовать? Отпишите по этому поводу, мне было бы очень интересно узнать ваше мнение, что вы вообще по всему этому делу думаете. Ну и, конечно, ребят, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и следить за новыми интересными видосами, которые в последнее время почему-то у нас выходят все реже и реже, поэтому давайте, ребят, если досмотрели видос до конца, поставьте лайк, поддержите меня и напишите отличный, добрый, качественный комментарий. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok